welcome 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 дорогие друзья и у нас не виви новости в некотором роде это тоже новости я посидел и скомбинировал такие все что мы знаем про команды чемпионата мира за эти команды пока не брался хотя с ними так понятно не на голову сильнее команд который находится в квалификационном play-in стадии вы знаете что чемпионат мира у нас на носу 15 числа добишь завтра в пом 13 не в 15.00 по москве если я не ошибаюсь со временем ну там плюс-минус час возможно я ошибся будет жеребьев жеребьевка которая определит какие команды в какую группу попадут у нас 10 коллективов они отправятся в две группы каждая команда друг другом сыграет по одному разу выявится один аутсайдер сразу вылетает чемпионата выявится один супер лидер сразу пробирается он финальную стадию турнира так называемую групповую стадию а три команды еще между собой будут бороться дополнительный мини турнир best of 5 там будет матч и целых два матча best of 5 3 с 4 играет и потом победитель играет со второй командой но правда там с другими группами то есть 3 4 друг с другом а потом они играются команды номер 2 это все завтра будет более подробно рассказано во время самой жеребьевки на сегодня я хотел вам просто показать рейтинг команд который я где-то составил и не где-то у меня есть даже листочек и вот он такой побегали мы по командам давайте наверное вот как они здесь по именам расписаны вот сверху вниз и пойдем каждую из этих команд оценивать потому что мне так будет банально проще только мои вебки здесь нет и хрен с ней команда lgd команда lgd gaming это коллектив который занял четвертое место в чемпионате китая на данный момент я вставлю 8 8 с половиной баллов выше поставить не могу потому что мы не видели их против коллективов против которых они способны играть хорошо что это значит это значит что вот коллектив играет практически всегда через кереща в лесника ведь у них самом коллективе есть пена пенат участник чемпионата мира в составе команда скт участник чемпионата мира в составе команды ROX. Он уже двукратный вице-чемпион, получается, мира. То есть очень хороший игрок, и при этом он нашел свою игру снова. Он играет мега-агрессивных лесников в комбинации с SHIE, который медлейнер, в то время как LANGZI, Kramer и Mark берут на себя, по сути, роль саппортов разнотипных. И именно из-за этого команда китайская заняла четвертое место. Четвертое место, потому что они побеждали команды, которые не способны играть с таким давлением лесника, где пенат сильнее. Но как только они попадали на коллективы команды LGD, попадал на коллективы с Канави в лесу, либо с... Прям вылетел из головы имя игрока из команды Sunning, то они сразу же проигрывали с OFM. С OFM, тоже китайская звезда, лесник. Как только они попадали на сильного лесника, GGVP. Все. Уже мы ничего сделать не можем. Мне бы хотелось посмотреть их игру против команды Top E-Sports, кроме как регулярного чемпионата, где они проиграли 1-2. Потому что в Best of 5 может быть Карса бы не выдержал этого натиска, который оказывает иногда пенат. Потому что Карса, например, проваливался иногда против Канави. Сама стратегия их обычно используется как 3-2. 3 керри, 2 танка. Чаще всего они так играют. И через дисенгейджеров практически сами инициацию не проводят. Просто устраивают хорошую осаду, маленькие ловушечки и устраивают битву с соперниками на объектах. Против этого лучше всего борются с коллективой 3-1-1, либо 4-1 со сплитпушем очень сильным. Потому что избегают вот этих мелких потасовок, против которых вы не можете воевать, ведь лесник оппонента всегда будет сильнее, чем ваш лесник. Вторая команда здесь Mad Lions. По рейтингу, как вы видите, я их поставил ниже, чем команду Team Liquid. Сейчас попытаюсь объяснить, почему это коллектив Европейской лиги. Они заняли на Европейском чемпионате 4-е место и попали сюда, на этот чемпионат мира, будучи, можно сказать, по рейтингу, высоко сидящими. Да, они победили команду Schalke 04. Этого достаточно стало, чтобы попасть на чемпионат мира. Потому что в предыдущем сплите этот же коллектив одержал довольно важную победу над командой G2 и пробился на чемпионат мира благодаря предыдущему сплиту. Там очков очень много у них вышло. У них нет сильного лесника, у них нет сильного топ-лейнера, у них нет сильного мид-лейнера или бот-лейна. Это коллектив, который просто играет от максимальных контрпиков и постоянно играет 3-1-1. Они любят играть в первые 15-20 минут матча и в этом их проблема. Но при этом в этом же их сила. То есть слабые команды вряд ли смогут их побеждать. Потому что вы будете постоянно находиться под максимальным давлением. Вы не сможете сдерживать этот гигантский натиск. И будете банально отдавать им объект за объектом. Потому что будете сдавать эти позиции. И как итог просто проигрывать партию. Так что Mad Lions я ставлю 7 с плюсом здесь. Можно и 7 с половиной вешать. Но 8 баллов они не дотягивают. И их как раз кто-то скажет. Так вот же 3-1-1. Ты говорил. Команда LGD значит слабее. Ну в некотором вроде да. Но тут вопрос. Может ли Shadow лесника из команды Mad Lions показать такой же уровень игры как Пенат. Если он может. Если он может играть через контрпик лесника Пената. И его додавливать в лесу. То да. Mad Lions приоритетнее выглядит чем даже LGD Gaming. То есть если две эти команды попадут в одну группу. LGD и Mad Lions. А такое может быть. Так как Pool 1 видите и Pool 2 есть. Что это значит Pool 1? Это означает что команды вытаскиваются в одну и ту же группу в начале. А Pool 2 они в другую уже группу. Ну не в другую группу. А в другом рейтинге их вытаскивают. Так что Pool 1 в каждом группе будет по две таких команды. Так что Mad Lions и LGD могут попасть в одну группу. И там Mad Lions могут спокойно отобрать LGD. LGD нужно избежать их. Любой ценой. Даже учитывая что Team Liquid'ы которые дальше идут у меня по рейтингу висят выше. Объясню причину почему Team Liquid'ов я ставлю выше. Они реально крепкий орешек. Они чемпионы Америки по регулярному чемпионату. Но в плей-оффе просели и проиграли два своих матча 2-3-2-3. FlyQuest'ом и команде TSM. Слабенько отыграли Best of 5. Вот и все что можно им про это сказать. Просто продавились они вот в пятой игре. Причем в каждом из этих матчей. Они сами пытались понять что они хотят делать. У них есть 3-2 комбинация через агрессивного лесника а-ля Брокса. И есть 3-2 комбинация через 3 танка и 2 керри. Где они полностью отдают все в руки Tactical'а. Который вместе с CoreJJ на данный момент самый высокий рейтинг. Кстати из приезжих собрали. Они уже грандмастер с плюсиком. Грандмастер под 100 поинтсов набрали себе. И возможно Team Liquid откажется от стратегии 3-2 через 3 керри. Где лесник керри. А уйдут просто в 3 танка 2 керри. И где на Tactical'а будет большая возложена ответственность. И вот эта вот стратегия 3-2 она плоха против LGD. Она плоха против Mad Lions. Поэтому Team Liquid будут мечтать попасть на PSG талонов. Но откровенно говоря все будут мечтать попасть на PSG талонов. Дело в том что они не команда. Это лига ребят ПЦС. Что это за лига это объединение Юго-Восточной Азии. Раньше лига была целая Юго-Восточная Азия. И Лиги ЛМС. Помните да? ЛМС лигу. Их объединили и дали 2 слота. Один слот получила команда PSG талон. И они вот в play-in стадию попали. Другая команда получила слот себе Machia Sports как раз уже в групповой стадии. Как-то вебки все равно не хватает мне кажется. Ну ладно. А я могу так сделать. Я буду здесь все равно виден. Давайте так. Здрасте. Короче. Пассажи талоны. Что у них за проблема? У пассажи талонов ребят. Проблема заключается в том что два игрока визу не получили. У них есть игрок River и Tank. Это их Лесник и Мидлейнер. И их команда постоянно играет 3-2. Через двух керри именно Лесника и Мидлейнера. Они вдвоем тащат на себе весь матч. И два этих игрока не получили визу. И в итоге что выходит? Они не попадают туда. Два этих игрока. Вместо них приезжают на чемпионат мира сейчас игроки из команды IHQ. Я никнейм их читаю. Кангью и Унибой. Оба этих игрока были уже на чемпионате мира в составе команды Мэд Лайнс. Ой не Мэд Лайнс, а Мэд Лайнс как они? Мэд. Блин забыл как они Мэд назывались. Короче команда Мэд была. Только я не помню название. Мэд Еспорт наверное они так и назывались. Это было в 2018 году. Потом эти же игроки играли еще в команде Flash Wolf. Тоже приезжали на чемпионат MSI. Они вроде опытные. Но при этом они не создают такое же самое давление как делали два игрока предыдущего состава команды PSG Talon. И сейчас получается это сборник PSG Talon плюс IHQ. И не совсем понятно как вот эта вот комбинация будет себя проявлять. Пока я им поставил 6 баллов стабильника, выше дать им не могу. Потому что банально они без своих основных игроков. Если они попадают в групповую стадию, они могут дозаявить еще двух игроков. Ну и соответственно они скорее всего свою основу выставят. Потому что те успеют с визами разобраться. Если же нет, то нет. Ничего не будет. Ну а мы идем к команде INTZ. Первый представитель в этом списке команд второго эшелона. Напоминаю, что tier 1 команды по 2 распределяются в группе A и в группе B. Остальные команды по 3 распределяются в группе A и группе B. И Unicorns of Love сразу заранее вам скажу. Лучше всего чтобы Pool 1 нам досталась команда Madlines и PSG Talon. С Team Liquid'ами и LGD Gaming ловить нечего. Просто пропускаем. Не только потому что им рейтинг 8 я поставил. А просто они не подходят даже по стилю игры. Но когда мы будем про Unicorns of Love говорить, я это вам еще напомню. INTZ. Ну грустненько у них все сейчас. Где они у меня тут были? На листочке записанные должны были быть. Не записанные. Они точно записанные. Перелистнул. INTZ. Бразильский у нас коллектив, который отыграл, я буду читать с листочка, и победил команду Pain Gaming. Устроили они чудеса на виражах. Победили команду номер один. Это представьте, как если бы Гамбиты победили Unicorns of Love. Смогли они пробиться на чемпионат мира. Был этот коллектив в 2016 году тоже на чемпионате мира. Только от того состава остался только Тай. Все остальные игроки поменялись. Микао единственный старичок, который остался в этом составе. По уровню, который они сейчас на китайском сервере показывают, ничего сверхъестественного у них нет. Играют в основном от балды. Я серьезно. Я долго пытался въехать, что они играют. Пролистал их чуть ли не месяц с плюсом еще дополнительно там предыдущие патчи. Я так и не понял, что они играют. У них тренер за стратегию слабоумия и отвага. Потому что он набирает просто чемпионов в контрпик. И все. Никаких комбинаций. Тут тебе Джейс. К этому Джейсу добавляем Нидали и все. Будем через Паук сегодня играть. А завтра будем играть через Танков. А послезавтра будем играть гиперлейт гейм. Как он оценивает соперников? Как он приводит свою команду к этому решению? Мне непонятно. При этом результативность тоже не особо высокая. И из-за этого им цифру 4 я ставлю. Это очень слабый коллектив. Надо молиться, чтобы попасть на нее. Потому что, ребят, вы можете видеть, как все плохо там ниже. Это довольно равные коллективы к команде Unicorns of Lab. А вот и Unicorns of Lab. Смотрите-ка, они у меня тоже здесь есть. Я им цифру 6 поставил. Но это 6, наверное, даже чуть-чуть посильнее, чем у Талонов. Это такая 6 и с хвостиком. Знаете, 6 с хвостиком. И в итоге Unicorns of Lab. Коллектив, который стал чемпионом СНГ, уже четвертый сплит подряд выигрывает его. Ну, тем или иным составом. Потому что Vega Squadron еще была. Ездили на чемпионат мира в прошлом году. Выступили довольно неплохо. Проиграли Океани. Кто не помнит именно Океани. Океани здесь тоже есть у нас опять. Отбегали свой чемпионат в этом году без поражений практически. Одно поражение все же появилось от команды Gambit в финале. 3-1 они в итоге победили, разгромив дальше в остальных играх. Ну, ладно. Там вторая игра была тоже равная. Они третью и четвертую разгромили. И проблема их. Они поздно приехали на чемпионат мира. Была даже ситуация, я думаю, ее как раз я могу вам сейчас показать на экране, при которой команда Gambit могла занять место Unicorns of Love. Потому что Gambit уже были там. Gambit настолько были уверены, что поедет на чемпионат мира, что в итоге купили себе билеты в Китай заранее. И раньше команда Unicorns of Love туда приехала. Поэтому ходил слух о том, что Gambit поедет на чемпионат мира вместо Unicorns of Love. Потому что у Unicorns of Love были большие проблемы с попаданием на чемпионат мира. И за виз до последнего момента не было известно, успеют ли они приехать вовремя. Потому что надо приехать, отсидеть 14 дней в карантине. А после карантина уже только начинать играть на про-сцене. Но они успели такие. В последний вагон запрыгнули. Ну и давайте посмотрим, какую оценку я им дал. Я им дал 6 с хвостиком. А почему? А потому что они играют всегда одну и ту же стратегию. Как это делают и другие команды. Это нормально. Только их стратегия устарела. Давайте так это скажем. Они играют через поук сетап с контрпиками и 3-1-1. Всегда. В каждой сраной игре. Проблема в том, что 3-1-1 сейчас никто не играет. Не играет, потому что стратегия устарела. Потому что она перестала работать. Как будто команда застряла в 2018 году. И продолжает играть эту стратегию с 2018 года. Когда ботлейн играет от контрпиков. С иногда ability power чемпионами. И тогда на мидлейне можно контрпик взять через AD чемпионов. И лесник играет агрессивно. И можно играть его и в танка. Не имеет значения. Суть. Чтобы собрать себе 2 постоянно давящих линии сплитпуш чемпиона. И тройку какую-то. Тройка это будет через мидера, через топера. Либо через AD керри. Не имеет значения. Главное, что саппорт и лесник будут тоже синергировать. То есть у них есть 3 синергирующих чемпиона. И 2 полу-тимфайтера. Давленческую линию оказывающие. И вот она незадача. LGD такие стратегии в говно не ставит. Скажем прямо. Потому что их стратегия как раз идеально подходит против Unicorns of Love. Mad Lions играет примерно то же самое. Поэтому Mad Lions более удобны для команды Unicorns of Love. Mad Lions будут тоже пытаться играть от контрпиков. И будут играть первые 15 минут. А Unicorns of Love как раз 3-1-1. Это расчет на то, чтобы после 15 минут иметь power spike. Поэтому они могут с ними побороться. PSG-талоны, ну вы сами знаете, у них сейчас проблема по медлейнеру и леснику. Team Liquid точно не должны такому проигрывать. Но если Team Liquid такому будут проигрывать, тогда им нечего даже делать дальше в групповой стадии. Дальше их совсем разобьют, если они такому будут проигрывать. Потому что с их стратегией что 3-2, что 2-3. Ну 3-2 через 3-керри, либо через 2-керри. Оба раза они должны спокойно забирать любые объекты. Ну периодически по деньгам чуть-чуть отставать. Там 1000 золота к 15 минуте. Это ерунда. Соответственно, Unicorns of Love надо молиться, чтобы не попасть на Team Liquid и LGD. Потому что здесь ловить будет очень мало чего. А вот Mad Lions и PSG-талон это играбельные матчапы. Могут ли они победить Antizy? Конечно, Antizy жутко слабые. Хоть у них есть контрпики, но они вряд ли справятся с продуманной все же стратегией 3-1-1. Просто она уже немножко мертвая. И мы подходим к еще одной команде, которую надо молиться, чтобы получить лучшую группу для команды Unicorns of Love. Это Mad Lions, PSG-талон, INTZ и V3 eSports. Кто это такие? Это я не знаю, зачем они сюда едут. Но ладно. Это коллектив, ребята. Это японский V3 eSports. Дело в том, что японская команда Detonation Focus Me неожиданно для всех проиграла финал. И это становится трагедией для всей Японии. Потому что Detonation Focus Me это тот коллектив, который одерживал победу впервые. Продвигался дальше следующий круг впервые. На MSI показывал хорошие результаты впервые. То есть все, что было впервые на чемпионатах и позитивное, было связано с командой Detonation Focus Me. А тут вдруг одерживает победу команда V3. При этом Detonation Focus Me в предыдущем году победили V3 со счетом 3-1. Победили в этом предыдущем сплите в этом году тоже 3-1. А вот в этом чертовом финале проиграли 2-3. И все. И сейчас, я уверен, многие японские болельщики сидят и плакают. Но это, чтобы вы понимали, для СНГ. Это то же самое, как если бы M19 победили Unicorns of Love и поехали на чемпионат мира. И кто бы как не хайпил вокруг того, что вот они победили все же Unicorns of Love. Ура, ура, ура. Мы понимаем реальные результаты этой команды на чемпионате мира. То есть мы реально бы понимали, что они там будут стоить, эта команда. Это просто дно чемпионата. И они приехали и уже начали развлекаться. Потому что ребята захардстакались все, кроме Лесника. Ну, 42%, 45%, 48%, 46% в платье не один, либо D4. D4 вот здесь 55%. Какие-то перспективы, возможно, у него есть. У их Лесника Буги. Но все остальные игроки явно уже застряли. И дальше двигаться не собираются. Их стратегия, если кому интересно. Они в основном играют через поук сетап, через с кетчем. То есть поук сетап с инициацией. Это неплохо, ну, если вы в соло-ку играете. А так никакой стратегии нет, по факту. Тимфайты у них слабые. 3-1-1 они не останавливают. Спритпуша у них нет. Лейтгейма у них нет. То есть просто играем первые 25 минут. При этом без контрпиков. Просто берем Джейса себе. Вот, видите, у них тут основной игрок. Джейс играет Лилию, Киндерет. Ну, вот Галлио здесь появился какой-то. Зоя. Твич появился. Именно что появился. Потому что его Арчер не играл. В основном он играл Эзос Ашой. Здесь он их пока сыграл по 2 раза. Оба раза не выиграл. И саппорт в основном берет инициацию. Ну, здесь Леон он сейчас брал в соло-ку. Ну, а так у него там наутилу стрэш. Основные его чемпионы. Ну, здесь он тоже их попровал. Даже у трэша у него 100% винрейт. Вот такие дела с этим коллективом. Давайте открою вам снова табличку. И идем мы дальше. Им я поставил цифру 3. Они явно самый слабый коллектив на этом чемпионате мира. Возможно, я грубо ошибся. Возможно, грубо ошибся и со следующей командой. Rainbow Seven. Это мой конек, который горбунек. Если бы я... Ой, у меня ручка упала. Если бы я поставил 5 баллов им, все бы были довольны. Если бы я поставил 6 баллов, некоторые люди бы задали вопрос. А что так много? А я им 7 баллов влепил. И мне интересно, что теперь люди скажут на этом. Пишите в комментариях, что бы вы хотели спросить по поводу Rainbow Seven. Мне дико нравится, что это единственная команда, которая играет ярко выраженный 4-1 в каждой игре с дисенгейджем. Они набирают себе дисенгейдж саппорта медлейнера, контроль мага, отсиживаются в 4-1 и играют через своего сильного топлейнера и сильного лесника. Их лесник показывает невероятно высокий результат. Он уже в грандмастер попал. Это из Латинской Америки игрок. На секундочку, ребята из СНГ, никто даже до мастера еще не добрался. А здесь парень уже в грандмастере сидит, корейский. Топлейнер у них не самого высокого качества. Все же он там в D3 подзастрял. Но чемпионы, вокруг которых он будет играть, и ему команда будет оказывать большую помощь, они хороши. То есть та же самая Камила, Фиора, Джакс. Все это он играет и будет постоянно-постоянно 4-1 отыгрывать. Это большая проблема для команды Unicorns of Love, потому что вряд ли их единички смогут останавливать топлейнера сплитпушера от оппонентов. Ну и еще рейтинг я им завышаю. Это именно из-за того, что они единственные, кто эту стратегию отыгрывает. Все остальные команды уже как-то от нее отказались и на это могут полететь. Потому что напоминаю, что 4-1 это лучшая стратегия против комбинаций 3-2 или 2-3. Лучше этого нет. Все знают это. 4-1 жестко доминирует как раз 3-2, 2-3. Но 3-1-1 вроде как сильнее, чем 4-1. Просто мне кажется, что Unicorns of Love, тех чемпионов, которых они используют в своих единичках, они вряд ли смогут останавливать того же самого Джакса сплитпушера. Там Камилу, ладно, я сейчас говорим пополам, можно будет остановить, даже Уорна взяв. Хотя Уорна, говорят, босс не играет. Возможно, я перегнул с цифрой 7, но 6.5 я им точно ставлю. То есть я их оцениваю посильнее, чем Unicorns of Love предварительно. Конечно же, после чемпионата будем кулаками махать, но пока так. Legacy Esports. Еще один коллектив, которого надо избежать, потому что им я ставлю 6 баллов, но с пониженным. То есть у них минус хвостик, то есть 5.9 где-то я бы им поставил. Legacy Esports. Это коллектив из Океании. В прошлом году порвали парус, а не команде Unicorns of Love, океанические команды. Два раза. Мамонты из Океании были, на секундочку. Сейчас у них Legacy Esports. Кстати, Тапун и Бобип снова здесь. Снова с нами. Только теперь они не в Мамонтах, а в Legacy Esports. По-моему, они были в Мамонтах. Да, Мамонты 2019. У меня так и написано. В основном играют через поукс-этап с осадой. В отличие от команды V3, которые играют просто поукс-этап, эти с осадой. То есть они Кейтлин любят брать, КП любят брать. Это вот такие чемпионы, которые имеют еще концовку игры и хорошо работают по вышкам. Ну и также выжимают людей с объектов на нашоре, либо на других каких-то объектах. Там даже на синего-красного бафа. Так что Legacy Esports тоже такой крепкий орешек. Матч против Unicorns of Love, если он у них произойдет, будет очень интересен. Потому что это будет столкновение двух разных стихий, двух разных стратегий. Агрессивный быстрый коллектив, который бегает от точки к точке. Это Unicorns of Love. И Legacy Esports, который не спеша объединяется в пятером вокруг одной точки и давит, давит и давит туда. Пока эта точка не разломается, либо соперник не ворвется и не даст бой против нас. Legacy Esports, есть проблема у них против Rainbow Seven, потому что они слишком медленны для 4.1. И, соответственно, вот Legacy Esports я тоже оцениваю ниже, чем Rainbow Seven. Но у нас еще есть одна команда. Это турецкая. Супермассивы. Они у меня с самого начала тут подмечались. По первым рейтингам, которые я увидел, это сразу же комбинация 3-2. То есть ребята играют в основном то же самое, что играет команда Team Liquid. То же самое, что играет команда LGD Gaming через агрессивного лесника. Супермассивы на него рассчитывают. Правда, лесник у них какао. Он иногда теряется в игре. Это очень старый лесник. Он играл еще в... В какой же он команде играл? В Корее, не помню. Помню с 2014 года. Потом он вроде играл в Китае и переехал в Турцию. И вот в Турции сейчас играет уже не первый год. Супермассивы туда пробираются. Почему я им ставлю 5? Исполнители очень слабые. У них средняя L всех игроков D4. Какао выше всех поднялся. У него D1. Ну, он может и провалиться. Просто сам по себе какао проваливается очень часто. Сами они пробились на чемпионат. Немножко неожиданно. Они третье место в регулярке заняли. Чем-то тут записано. Победили 5 Ронина в 3-2. По другим командам тоже прошлись так. И самое интересное, что команда, которая была самой сильной в чемпионате Турции, это котики Истамбула. Истамбул Wildcats. Они так назывались. Этот коллектив почему-то вылетел в первом круге. Неожиданно для всех. Потому что у них было по сезону 14-2. 14 побед, 2 поражения. И тут они бах просто вылетают в первом же круге. И получилось, что в финал против 5 Ронинов играла команда Супермассив. А 5 Ронинов это был не самый сильный коллектив. И смогли их победить. То есть, возможно, от Турции просто едет не самая сильная команда. Но в плей-офф есть плей-офф. Сами понимаете, кто в плей-офф победил, того и тапки. Котики насрали в тапки и проиграли. А эти ребята супермассивые. Они как раз тапки эти подобрали и напялили себе. Сейчас идут на чемпионат мира. Можно ли играть Unicorns of Love против них? Конечно, можно. Коллектив изначально играет слабее. Соответственно, какую бы они 3-2 крепкую стратегию не использовали. Потому что это неприятная стратегия для команды Unicorns of Love. С этим можно играть. С этим можно бороться. Просто игроки будут послабее. Я уже заговариваюсь, потому что немножко подустал, рассказывая все вам это. А вот что еще я подготовил. Здесь уже делайте скриншот. Либо ждите, когда я в группе ВК это выложу. Это все чемпионы лучшие. От лучших, можно сказать, к худшим на чемпионате мира. Тир-1, тир-2 чемпионы и контр-пик относительно вот этих тир-1, тир-2 чемпионов, которые чаще будут браться. Тир-3 здесь не учитываются. ОТП игроки тоже не учитываются. Если есть там какой-нибудь ОТП Илаой, ОТП Зиллиан, Бьерксон тот же самый. Либо там игрок, который играет только Севир, либо Тристану. Нет, Тристану у меня даже была вроде в списке. Они зачастую здесь не учитываются. Потому что это единичный игрок. Они бьют там, например, Ляуро Ленсоло. Если вытащат, не удивляйтесь. Но вот это вот такой грустный список. Почему грустный? Потому что очень мало чемпионов. Мне кажется, это самый пока выглядит, как самый грустный чемпионат мира. Напоминаю, что каждый чемпионат мира ставил новый лимит. Точнее, не лимит, новый рекорд по сыгранным разным чемпионам. Серьезно. Каждый год у нас рекорд этот обновлялся. Самый слабый чемпионат мира по разным чемпионам был первый. Потом был второй. Потом был третий. Потом был четвертый. Ну, в смысле, каждый раз рекорд устанавливал какой-то сезон. Прошлый год перебил рекорд 2017 года. Потому что 2018 год проиграл на три чемпиона 2017 году. 2019 установил новый рекорд. Если я правильно помню, 119 вроде чемпионов разных было сыграно. 119. Но вот этот год, мне кажется, будет все грустно. Пока вот такие данные. Если будет что меняться, мы, конечно же, эту табличку апдейтим и исправим ее. Если же ничего меняться не будет, то нас с вами ждет действительно грустный чемпионат мира по разнообразию чемпионов. Так как их будет единицы. Так, я хотел кое-что открыть. Почему-то не открылось. Вот. Открылась. И чемпион статистик. Давайте. 120. Нет, подождите. Не 120. А здесь нет числа? Блин, тут числа нет. Это 120 игр было сыграно. От числа не написано сколько. Нет, чемпион статистик тоже 120. Нет, подождите. Читать туплю. 99 было чемпионов сыграно. 99. Вот. На прошлом чемпионате мира было 99 чемпионов сыграно за 120 игр. Все. 99. В этом году будем надеяться, что перебьем это число. Но легко объясняется, почему это число растет с каждым годом. У нас количество чемпионов растет с каждым годом. С точки зрения процентуальности, по-моему, самый популярный все равно был 2017 год. С точки зрения процентуальности. Только здесь данных сейчас не собрать по нему. Ну, не имеет значения. Идею вы мою поняли. Каждый год у нас плюс 6, плюс 7 чемпионов. Поэтому еще 2 чемпиона добавляется в пул, который на чемпионате мира используется. И из-за этого увеличивается вот это общее число. Вот такое видео получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я немножко подустал. Надеюсь, вам оно не надоело. Оно было действительно заполнено кучей информации. Мы ее собирали очень долго. И надеюсь, вы за это действительно нас поддержите. Давайте. Всем пока. Всем счастливо. Увидимся в прямом эфире завтра в 15.00. Будет жеребьевка. Будем надеяться, что команде Unicorns of Love достанется команда Antizy. Команда V3 Esports. И попадут они в группу команде PCG Talon и, конечно же, Mad Lions. Займем там первое место. И будем говорить, что вот такие мы крутые. Не дай бог мы попадем в группу к LGD Gaming, Team Liquid, Rainbow 7 и Legacy Esports. Проиграем. Займем последнее место. И будем говорить, что Виви Дурачок все это нам предсказал зачем-то. Да. Все. Давайте. Всем пока. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok